Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. Ну что, у нас сегодня утро началось со спорта и тренировки. Собственно говоря, я жду ребят, пока они тут поплавают. Попросила Диму сегодня устроить выходной, так как его с утра уже все одолели. Решает вопросы, все ситуации. Доедем, наверное, до Мацеста. Не были с того года там на пляже. Там прикольненько, с матрасиком, по-простому, по-семейному. А тут кто у нас плывет? Пенсия на подходе. Что, показать, где я могу плавать? Да. Давай. Поехали. Мне приходится бежать. Все? Все. Пенсии. И что, какие все планы? Планы. Замена моя. Охотник закрабленный. Собственно говоря, как у нас и происходит тренировки. Я вот тут сижу, такая сижу, слежу, меня никто не отпускает. Они купаются. Видимо, все продъехались, а кто куда, нет никого в бассейне. Обычно еще преподает еще один тренер, а все это никого. В общем, Марк в лагере. Кайфует. Мне не звонит. Я, короче, все время жду от него звонка вечером. Им телефон по вечерам выдают на 30 минут, но он мне не звонит. Наверное, предпочитает поиграть в игры в телефоне. Я так думаю. Ну нет, он мне пишет сообщение, но звонить так, чтобы прям поболтать. Рассказать, как день прошел, особо нет. Ну, в общем, он очень весело там. В течение дня они и купаются, и играют в разные интерактивные игры, и футболы. И там во что только не играют. И, значит, Марк наконец-то оторвался, он обожает ловить ящериц. Словил там уже три ящерицы. Молодец. Вот. В общем, кайфует там. Ну, я, собственно говоря, его не звоню, не напрягаю, не настаиваю, чтобы он мне звонил. Вот. Я, как бы, в принципе, спокойных мам. Считаю, что когда я ему понадоблюсь, он, собственно говоря, сам изъявит желание и выйдет на связь. Очень все классно устроено. Есть группа в WhatsApp. И, соответственно, там все вожатые находятся. Там, соответственно, сам организатор Ярослав находится. Вот. Директор нашей кибер-школы. Вот. И он, соответственно, они все вместе отчитываются, профессиональные фото скидывают в конце дня, просто лайф, фото и видео. Но, в общем, информации много. Ты, есть ощущение присутствия, что ты, как бы, под контролем все держишь. Где дети, что и как с ними происходит. Я очень рада, что это Марк. Мы смогли, как бы, ему позволить. И он поехал в Баги. Благодаря Димулечке. Благодаря Димулечке. Благодаря Димулечке. Без меня, да? Я слышал, пока мы на спорте были, вот с этим человеком. Посмотрите, какой гангстр. Это гангстр, настоящий хостинский гангстр. Как зовут тебя, брат? а его зовут гангстер макарон из из банды макаронов глава это мать главаря хозяин чего без меня я должен был давайте вместе поехали 3 4 семья всем привет это сочи краснодарский край писаешь это кто-то смотрит и думает это ребят но очень короче история какая хотели на самом деле вот она упросила меня сделать выходной да я сейчас долго не сопротивлялся и она сказала что я сказал что поехали на мацесту в этом году ни разу не были на мацестке посмотреть хотели пляж молодец на что-то преобразилось не прорезает по что куда на куда все сказали переделали много чего но мне если честно не особо и наши пляжи если честно нравится вот хвостя мацест еще более-менее мне нравится одно местечко ноги мазеть и сплавали около скал я хотела на другой раз пока короче так идем завтракать потренировались уже время на 12 уже время 12 идем завтракать но здесь хорошее кафе в гости удача называется более-менее сносные цены рекомендуемый и вкусно кормят позавтракаем и наверное в сторону адлера поедем может быть куда-то там близко к меритинке за реку уже вот вот за я забыл как это пляж называется виноградная виноград виноград не мандарин этот торговый виноград помнишь пляж мы гуляли где бассейн был дорогущий там лежаки какие-то по 5000 все поэтому завтракаем и наверно туда в сторону адлера поем пробки пока переждем кудепсинский как раз доедем часиков три и чего-нибудь там сообразим катюш слышишь а я вообще знаешь что думаю вот есть же такое как те такие пальмы банановы да помнишь здесь в том году росла росли бананы нету бананы раскроется попозже будет бананчики я тебе говорю мини-бананчики а и вот смотри сына смотри маленькие бананы вот вам поднимет подыми его маленькие бананы а ты говоришь не бананы как называется профессия ну как бы это когда блогеры ходят по ресторанам и дегустирует а кать как называется вот смотрите ребят здесь на вынос вот всякие блюда разная масса вот пицца блюда не за здесь насчет выносом народа тоже можно вот она кафе удача удача вот как короче сколько всяких пицц ездит сразу мы ни разу да с тобой на вынос не покупали да ну принципе абсолютно сносные для сочи цены и люди конечно покупают от можете за за скринить себе но мы предпочитаем заходить внутрь там простая достаточно атмосфера но зато вкусно да пойдем напротив пожалуйста здесь магнит магнит косметик потом этот магазин как она называется ты куда там всякие дешево все кать фикс прайс или как фикс прайс аптека где-то тут пойдем пошли внутрь быстро кушать давай вперед а рестораны критики пойдет на на веранду здрасте пойдем макарончик тут можно сесть и в этом зале в основном и здесь на веранде еще вот там есть веранда отдельно счет несколько столиков там можно посидеть но там чисто можно там этот выбирайте не очень какой-нибудь хочу вот хороший столик в тени в теньке или или вот там под этим хочешь под зонтиком пойдем под зонтиком чтобы ничего не падало тарелку вот здесь нормально точно но хорошая фишка что я ни разу не пробовал но вот завтраки с 10 до часу но на туристов вы понимаете да то есть конечно туристы могут прийти и позавтракать и 7 утра но 7 это понимание не работает судя потому что здесь написание работ видимость 10 но вообще нормально если вы там провели бурную вечер и ночь что можно прийти спокойно в 12 заказать себе вот кашу например да там обычную яичницу омлет то есть нормальный принципе здесь цены думаю нормально ну что вкусно как называется пицца сказать маргарита маргарита это пицца называется из чего она сделана с помидором вот такие четыре кусочка вот если так вот поделите так формально 4 кусочка 350 рублей до морсик натуральный на я же не против катюша еще и щенку бабахала с беконом а с макаром пока разговаривал пара по пока разговаривал по работе вот мой завтрак вот смотрите все позавтракали все наелись яичница 210 рублей морс один мы выпили за 140 рублей такая баночка хватает и пиццу съели тоже вот 700 рублей принципе нормально все покушали хотели сейчас на пляж ехать надо мне заехать на работу на переговоры в одно место и потом уже поедем на пляж уже не знаю на какой уже не знаю какой и поедем ли вот такая работа едешь в одно место получается другое я уже снимаю ребят смотрите смотрите мы же любим разведывать новые места значит с утра все пошло не так как обычно мы я уже съездил на работу там уже повыяснял отношения в одной риэлторской компании как-нибудь расскажу вам суть так сказать несправедлив мир и сейчас смотрите мы добираемся до какого-то пляжа вообще как бы хотела привести прямо на границу с абхазией есть одно месячек за куточек здесь видите отсутствие дороги но машины ездят будем надеяться что мы нормально сейчас там расположимся и скупаемся это рядом с речкой псов который тоже впадает море сейчас я вам как бы все наглядно покажу но если честно я здесь сам ни разу не был поэтому да я вообще все покажу но сами видите здесь уже как бы все по-серьезному серьезная история как да в общем сейчас все будет нормально посмотрите пока кто-то купается и загорает кто-то на страже таскать охраняет границы в общем снимать дядя не разрешил естественно просто сами понимаете все серьезно вооружение да нет какой кемпинг не нам кемпинг закрыт вот такое соповодотворение здесь естественно вот у кого-то здесь домик да прикольно да вот такой вот соповодоварение все хотят поближе подъехать никто не хочет идти пешком вот хороший домик вот клевый прямо около моря 50 метров сейчас теперь надо разобраться левее или правее где там пляж более-менее нормальный ну я не знаю как катюш можем здесь выйти просто наверх а дальше уже разбираться где левее где правее то что нибудь найдем мотоцикл из беды мы не жарко я подвез я подвез этих ребят прямо к абхазии ну по морю если смотреть естественно мы сейчас говорим не про сухопутную границу про морскую вот конец видишь шикать потом прогуляемся а мы на самокатах докуда получается доезжали с тобой слушай вот там мы аж были поняла то есть это уже дикий пляж короче мы думали что это уже абхазский зовут видишь за забором за белым окажется что это еще наш он еще дикий наш как он называется что посмотрю я видел название мы не посажите когда пляж называется но это все наша надежда российских красив признавайтесь признавайтесь кто был на этом пляже крылья балтики это нас паре нам подсказал это наш но сегодня даже и здесь не очень да потому что вышка грит там но мы сейчас прогуляем чтобы пешком да как все посмотрим да смотрите ребят еще какую сумку тащу вот тут матрас все дела вот такой вот пляж первый раз здесь честное слово здесь первый раз насколько знаю я здесь глубоко сразу поэтому будем пробовать ну чё нибудь фруктики по отца есть все сынок все есть иди сюда выбирай выбираю вот арбузы да рекомендуйте арбузик ну катюш по 800 я беру нет но это же не килограмм нет не может быть это не это где-то видишь 1400 а да это макадамский мы вскоре да 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 просто я беру там в одном месте вся нагреть почему ты берешь где запасы у меня беру там нигде такого уже не дают ваша закупки идет там что-то нормально в общем идет не допустим 100 лет ну чё берем кукурузу будете все две кукурузки можно да если она готова есть для кукурузки соль отдельно давать арбузик и что еще катюш можно попробовать что-то еще то-то шоу-то кубик а мы ж не вас мы это себя и этот и клубнику за 200 давай все и клубнику давай это школ не хочется чуть-чуть через чаще дома есть короче следственно оперативными действиями было установлено что это пляж конкретно для местных конкретно ну и приезжают тоже многие сюда приезжают конечно которые не любят излишней суеты потому что если вы обратите внимание вот на то место вам это сама к нам самокатах приезжали удачи нам забор а можно по морю конечно пройти там очень еще гораздо больше людей людей вообще ну не так много не так много я встретил соседа здесь встретил соседа здесь волны здесь глубоко сразу и конечно сегодня немножко штормит поэтому как бы водичка может не очень чисто на самом деле здесь крайне чистая вода и ни одной медузы ребята ни одной медузы если вот на центральном пляже вчера 1000 медуз 1000 медуз то здесь ни одной медузы вообще медузы купили кукурузу 70 рублей хотя купили клубнику сейчас будем кушать выбирайтесь пойдем кукурузу кушать кукурузу кушать и прогуляемся до конца я в тапочку возьми мои лови я предлагаю кукурузу покушать и потом пойти до конца сходить где корабль охраняет границу пойдем кукурузу 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 не сколько этот стаканчик стоит 200 а еще ты еще мы взяли 200 а арбузик арбузик дешевле да мы еще уже с этом году ни разу не ели дай попробуй сначала не Мама? Что это? Червяк? Червяк? Мам, дай мне коль. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Это сладко? Обычно. Я не сладко. Кислое значит с витаминами. Кислое значит с витаминами. Хорошо. Кислое это неплохо. Ладно, я буду есть кукурузу. Кислое это вообще не отсутствие, да? Да. Как нам понять, где твоя кукуруза? Где моя? Нет, ну подожди. Моя там была покоцанная. У меня красивенькая была беремая. Нет, не хочу. Я хочу свою. У меня там была с такими. А моя, да? Вот, на. Моя. Я выбрал такую. Покусанную, вот, видишь? Непонятно, как я так выбрал. Она лежала с другой стороной. Потом я же не стал отказываться. Сына, а ты будешь кукурузу? Нет? Нет. Да ну. Отлично. Ну нам все достанется тогда. Да, мам? Мама? Ну ладно, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Так, решили прогуляться. Куда идем? Границы там. Идем к границе. До границы. До границы. Короче, решили пройти до самой границы. Да, да, конечно. Чего мы здесь? Надо идти либо ближе к морю, либо ближе к цивилизации. Так как до цивилизации далеко, ближе к морю. Место для купания людей, не умеющих плавать. И для детей. О, кстати, твое место. Макарон. Место. Макарон. Мое место. Мое место. О, сейчас я вам к царе покажу. Мое место. В мое место. До купания. вот тут еще развлечение есть то вторая часть оказывается ну не такой прям граница получается да я предлагаю самой границы дайте запечатлеть это историю катюка когда не прокатимся на более безопасно чем-нибудь о последняя дикая часть пляжа короче а как а расходные да прикольно они легкие видимо да понял но все абхазии как пройдем здесь так ну что погнали сейчас вот такой маленький большой по виллу называется а вот без твои которые мы хотели с тобой заказе ну что ребята если честно сейчас по морю можно на абхазии перебраться все не дальше нельзя как буду нарушать написан стой государственная граница все ребят в общем короче пришли конец это не яхта это корабль до который уже вон там в абхазии видишь движуха нам уже тоже в абхазии не ну ничего ничего интересного да не но ты хотел чтобы здесь что как как все было красота границы бар ресторан все тут короче охрана немножко песочка тут охрана полу хода короче ветерок пограничник пограничники как гореться бдятся за порядком там сейчас можно даже волейбол поиграть ну слушай мы сейчас говорим о том чтобы прийти и спокойно отдохнуть правильно без лишней может быть суеты кафешка какая-то есть можно будет зайти посмотреть что там не есть для интересного да может быть там какие-то салатики не салатики что там за кафе даже интересно как бы мы же мы с тобой обозреваем мы как ресторанные обзорчики или как а не а давай не вся дочь попозже мы как ресторан критики разве это называется а почему именно критика если не осень а если он не критику подожди а если он не критику это говорит хорошо ты уверена что это называется ресторан и критики загуглила уже стопудово ай ну я так и знал блин я еще думал так уверенно говорит короче ресторан и критики да ресторан и критики это что прям профессия такая слушай неплохая профессия на самом деле это же надо разбираться в кухне разбираться в каких-то да вообще я считала что там типа по моему один процент людей может быть рестораном критиком потому что они чувствуют вообще все ингредиенты пищи вот в блюде ты же они живут погромче погромче говори волны ветер кушают короче они разбираются в блюдах так же как специалисты в вине да вот этих да ну их один процент там один процент людей таких не каждый человек может стать рестораном критиком поэтому их не так много не ну я бы смог это понятно у тебя нет ни одной профессии я бы не мог быть не надо замашивать вот ну как говорят так потому что они там чувствуют все все ингредиенты которые находятся в блюде ну ладно вообще все ты же не чувствуешь каждую там ну я не знаю что там добавлено какой-то не знаю пюре манге или чего нибудь там слушай ну когда я когда я пил вино и могу выпить вино я точно ничего не почувствую там какой-то там оттенок и так далее то есть это сто процентов поэтому нет но я почувствую дегустаторы все таки это алкоголики да ну да он так это делает так поднимает бокал там да так крути что-то нюхает там я я согласен на сто процентов я согласен с места похода они алкоголики это точно ладно вон есть у нас в конце кафе белые паруса называются и мы чуть попозже туда я думаю не жарко между прочим потому что уже пол шестого пол пятого а детская заработала горка не больно по ноге мне дал но в общем такая история очень пляж небольшой но при этом фактически народу не так уж и много здесь то есть такое все-таки место достаточно и для того чтобы дикой отдохнуть и более цивилизованно там на таких на таких пуфиках я не знаю сколько а где-то здесь горный козел мне пока да да вон мне показывал короче только что славик могут и машины не там поставил я бы не только что он показывал крузер на по капоту ходит да пойдем быстрее спасем его смотрите это обычно короче конкретно такой горный не 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 он такой мощный посмотрю как детки плавают я посмотрю смотри смотри вот смотри вон а мне не видно м а м а м а м а пойдешь кататься горки да или буш будут здесь будут дыхаться в общем я лягушка путешественница шел-шел и дошел теперь уже до этой стороны тут тоже непонятная ситуация на самом деле почему там такой разрыв с основным пляжем центрами видимо это чья-то частная территория тогда вы куплено что видите недостроен и поэтому перекрыли здесь тоже историю такую мы были там с вами стороне абхазии вот если видите вот коробка это как раз пограничный корабль чтобы смотрел чтобы не заплывали там туристы случайно границы я решил до конца здесь дойти уже до этой стороны в принципе все тут тоже забор тоже забор и все проход запрещен штраф 5000 рублей ведется видеосъемка видимо не знаю хотя он один парень там купается на самом деле один парень купается как он туда попал непонятно может это его вообще история я честно не знаю что это такое дострой какой-то он приехал на велосипеде вот это пробрался и он купается один море купается вот такая вот история здесь уже почище вон ребята шашлычки делают шашлычки классных там тоже там вообще стол стоит тут кальянчик курит в общем кто как может каждый развлекается кто как может называется каждый тешит себя как может я давно уже говорил что андреевне что андреевна я тебя свожу таскать на край сочи поближе к абхазии вот свозил и ребята рыбу пришли ловить неужели можно с берега что-то поймать даже интересно по-серьезному они настроены реально у них там спиннинги все дела оборудование ну настрой серьезный оборудование тоже серьезно я думаю может просто взяли с собой просто прикалывается ну а может что-то и поймают на самом деле может что-то и поймают так ну что осталось нам продегустировать кафе сходить на этом пляже да посмотреть что там вкусненько мы же как бы это любим продегустировать кафешечки ну что красавчик уснул красавица 6 часов вечера все время в телефоне решает всякие вопросы рабочие насущные то с электричеством то еще с чем то не отдохнуть ничего я тоже постоянно по работе вообще пришли на море вместо того чтобы любоваться на горы там не знаю купаться этот постоянно что-то делаем какие-то дела реально просто нервяк постоянно нервяк двадцать четыре на семь ну не двадцать четыре ладно восемнадцать на семь несколько часов все-таки даются поспать вот красавчик наш уснул пускай 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 отдохнет проснешься и сходим если он еще будет работать посмотрим хотя бы что там за кафе не мы не можем и одно его не бросим к не славик ушел пойдем скупаемся я пошел скупаться я хочу поснимать солнце было ничего не было видно да семь вечера люди уже расходятся и вот красивые смотрите какие виды на горы еще снег видите у нас и у нас июля у нас нет здесь доброе утро проснулся доброе утро товарищ товарищ товарищи доброе утро еще раз хочу поснимать красиво так на самом деле а вообще какой контраст да все таки если горы сочи смотреть все застроенные и горы абхазии да и в море в принципе тоже ничего тишина красота лепота очень красиво так идем кафе посмотрим что там продается или нет любимое туда можно конечно в купальниках без проблем зайти я поставил меню честно скажу нет цены как бы дорогие вот реально ресторанные а там во первых никакой атмосферы нет я думаю что все это будет долго готовится еще это скорее всего это не так я не хочу говорить но возможно это не будет так вкусно то есть если уже говорится что салаты там по 600 рублей там тогда их можно купить в любом ресторане согласись или как мы вчера да так сказать поеду предлагаю в другое место съездить как себя ну что ты думаешь может другое место съездить это что реклама ресторана белые паруса может другое место съездить давай может быть может быть поедем в этот может поедем к фонтанам к олимпийским объектом поедем может сыночка пешком придешься давай давай с мамой давай бери маму за ручки прогуляемся пешком ну что позагорали поехали дальше перед нами парк через 300 метров круговое движение второй съезд перед нами парк сейчас мы поедем на парковочке на одной припаркуемся там красивый закат да красивый кадр я поймал любимая ну ты уверена я возьму ребят короче я нашел крутую парковку в сириусе 200 рублей час супер безлимит вообще просто бам бям обычно знаете там час бесплатно потом 150 рублей час или два часа бесплатно потом первая минута и сразу 300 рублей час короче здесь же построили недавно крутую воркаут площадку недавно крутую воркаут площадку построили спортивный парк называется как бы да и мы ни разу не были но всегда хотели быть всегда хотели сходить вон крокус фитнес сириус короче сейчас мы туда сходим посмотрим этот парк посмотрим этот парк покажем вон пляж парус тоже мы там часто бывали иногда бывает ребят как вам это как вам такая история давай давай по пенсии братишка вот классно сейчас мы ребята короче перейдем эту сторону по пешеходному переходу вот у нас фишт пойдем пойдем давай ручка мы были вспомнил ты вспомнил братан ой сейчас бы мы успели а уже не успели да ну ладно вот там и справа кать по моему фитнес-центр если не ошибаюсь там бассейн как раз таки вот этот фитнес который там есть сириусу рекламу часто я видел надо зайти посмотреть там басик там знаешь такая движуха это больше не занимается мы такой дома можем себе устроить когда все сделаем круто у нас будет там и гантельки и все слышишь и басик и шмасик ну не надо за него будет точно там я не знаю сколько вон крокус фитнес сириус я хочу ты зашла в инстаграм посмотрела посмотрела что почем у нас сына вон ой все короче ребята покупаем этот копим деньги покупаем крутые самокаты эти скажи мне скейты да не ну-ка зачем ну что за глупость зачем она нужна здесь до чего даже если были деньги я бы никогда не стал бы покупать да зачем это все разу это надоедает кстати жить надо в тишине пойдем я такой первый раз вижу чтоб сдавался ты видел такой велик ты видел такой велик ну что здесь зайдем я предлагаю здесь зайти ребят спортивный парк с 7 до 10 въезд на территорию парка запрещен на самокатах извиняюсь и с животными домашними нельзя катюха а на этом то нельзя слушай я предлагаю каким то образом сейчас немножко залезть заглянуть что такое крокус фитнес сына туда да там была на спортивной площадке в ту сторону сейчас пойдем я предлагаю просто зайти сюда выше посмотреть потому что я думаю больше никуда интересно просто запомнишь потом сфоткаешь может быть посмотришь почем цены интересно крокус фитнес сириус крокус фитнес сириус пока непонятно ну если там какой то фитнес зал фитнес центр вот бассейн есть как бы окей а чего нет а подожди тут другой бассейн тут другой бассейн тут другой слушай ну я хочу этот интересно узнать по разовым здесь есть или только по абонементу вот он море вот он крокус фитнес сириус я рекламу часто видел в разных местах но я не что пойдем тут пойдем по площадке макарончик пойдем тут братиш ну катюш не то что прохладно прям ну катюш не то что прохладно прям как он уже забыл спортивный парк да слушай ну вот идеально для скейта для для скейта идеально для для велика для роликов смотри вау слушай ролики тоже можно кат ой слушай ну вот можно приезжать они будут на роликах на велике а мы с тобой на этом да здесь на все можно учиться да но я бы на скейте получился и на роликах если честно я бы с тобой поучился ну надо наверное какие-то видео смотреть обучающие нет тренер стопудов есть я куда пойдем сначала направо налево макарон направо может сначала он сейчас еще куда-то или пройдемся вау ну там для детей конечно мы пошли пойдем сходим макарончик и поиграешь где-нибудь потом дальше сходим поиграешь здесь немножко давай вот эта игра мне все интересно вот что это за настольная игра это как бы типа теннис это же не теннис они там или мячиками или чем-то головой сейчас потемни давай быстро пройдем посмотрим потом подойдет останется короче вот здесь детская такая наполнение просто нереально шикарно для детей просто кайфануть там все есть ребята все есть столько всяких примочек головоломочек и так далее просто немерено водичку попить можно из фонтанчика это что такое мини футбол а ворота где а что он должен вылететь что ли мячик а вот это ворота это тоже мини футбол да вот вот это что такое вот это а слышишь кать ногами ногами смотри поняла вау катюха ну-ка сделай ну-ка давай я ну-ка снимай давай ну перегородили вам да сейчас мы сейчас уйдем ребят давай красавчик выдохнулся давай ты давай теперь ты ты будешь куда дальше ребят кросс конкретный тут тоже а что может не понял давай о это что такое ребята конкретно тоже тренет а вот это что такое это что поднимать надо смотри сколько здесь упражнений есть обалдеть кать и на бицепс и на трицепс и и на грудь подержи подержи попробуй подержи 9 4 5 6 самолет самолет вот здесь здесь 6 килограмм 9 512 6 а что еще 150 а я понял ну вон 100 килограмма а то что ну та самая то что ты можешь и так качаться на бицепс и на так качаться или на 30 на губок или на так качаться ну фактически много упражнений не меряно и даже вот так качаться а вот а вот оставишься это очень не меряно попробуй это полегче все есть как тормяки и все пойдем дальше будешь выходить попался не так такая же одинаковая труба не так только держать не удержать я думаю держит э э э Слушай, а ты что, прыгаешь что-ли? Что? Наверное Возьм 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 С этой ногу прыгать А нет, это просто прыгать на эту Ну да, с приседа Прыгать на эту Вот это и дело Слушай, здесь можно трениться нормально Пойдем дальше? Пойдем дальше? Да Ух, слежа Ну пойдем, пойдем там, сейчас пройдемся и выйдем там, где-нибудь погреемся Пресс Где у нас подтягиваться? Это что? А? Это для чего? Она тяжелая, да? А вот, смотри, здесь все написано А, руками, поняла? Влево, вправо Влево, вправо Влево, вправо Пресс Теннис Катюш, со своими ракетками приходишь и в теннис Просто крутяк Футбольчик Как они здесь решают вопросы, если это все бесплатно, да? А? Какие вопросы? Ну что, как, ну какие команды будут, когда, или футбол здесь платно? О, это что такое, канат? Там Слушай, а мне казалось, где-то есть еще, где они, вот этот Где они еще там, типа, ну, как Где-то вор Слушайте, вот такой вот парк построили, вот А, он лазит, прикольно, смотри Кстати, тоже моща должна быть, я тебе хочу сказать, вот так вот, да? Если Если лазить Волейбол Ребят, там дальше баскетбол Баскетбол Это у нас волейбол Тоже класс Где-то была, да? Ну все, конец Конец Где? Мне кажется, там все, уже тоже забор конец А, еще баскетбольная площадка, вторая Вторая баскетбольная площадка еще Хот-доги, может? Да, Бусь Сейчас, хорошо, сейчас, Мам Мамка замерзла у нас Ну все, спокойно, успокоился Сейчас, Буська, сюда иди Посмотрим сейчас, куда нам Наверное, я предлагаю все-таки в ту сторону пойти, Катя В ту Потому что там не точно есть Кафешка А, вот здесь же мы с тобой, да? Да, да, мы здесь здесь Вот Здесь или там дальше? Где-то вот, да Что? Наверное, туда Пойдем туда, пошли туда, ладно? В сторону парковки, пошли, пошли Там сейчас найдем местечко Надо бы хоть Посмотреть, почем там хот-доги, интересно Надо бы Мы как-то вот тогда на диких камнях, помнишь, где-то там набрали место? А то мне место тоже понравилось И если здесь за 200 рублей парковка на весь день, то это круто, можно приходить тоже А вечером взял скейт и покатался Там два больших бассейна, да? Там два бассейна Большой прям бассейн, другой такой, знаешь, типа Один спортивный, другой вот такой Чилить, чилить Я хочу ближе пойти сюда, хочу посмотреть просто пляж Как на него попасть интересно Вау, рыбаки Можешь поднять его за ручку, пускай идет просто с тобой Только, сынок, за ручку и маме держи Давай Почему? Посмотри, как камни поставили, Катя Да Мам, что не он? Мам, что он? Рыбу Вау, мы вон еще Катю поставили, Катя Видишь? А кто-то там купался, смотри Как же они тогда тут перебрались? Мако, Макарон, пошли Макарон, мама тебе поставила, чтоб ты шел рядом Макарон, мама тебе поставила, чтоб ты шел рядом Поставили буквально на участке береговой полосы А, никто не оказал медицинской помощи Красиво, смотри, как камни поставил кто-то, дядя или кто-то, смотри, как красиво стоят, видишь, сынок? Макарон 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 Как быстро темнеет, да? А? Да Раз и день прошел Ой, сынок, иди сюда, иди сюда Андреевна Есть гастробар «Ла Пунто» написано, или как это правильно? «Ла Пунто» «Ла Пунто» А есть рыбный ресторан «Ветерок» Рыбный ресторан «Ветерок» Куда душа просится? «Ла Пунто» или «Ветерок» Где дешевле? Как ты поймешь, где дешевле и за сколько? Ты не поймешь Давай, выбирай Интуиция тебя Интуиция, куда тебе подсказывать идти? Говори «Ла Пунто»? Пошли Пошли, сынок, «Ла Пунто» Мама сказала Мама сказала Спасибо, он дойдет Вон он Мишка Это детская площадочка Вот там Что туда тут там еще также есть? Не, ну тут Детей есть По-моему еще по броню, мне кажется Да, конечно, конечно Какой броню, Катя? Не смеши Какая тень? Конечно, какая броня, и какой броня? Это Это красиво Нет, это называется «Кактус» как-то сюда как-то событий в общем андреевна андрей на кепку с ними солнце уже прошло не светит андреевна выбрала как тебе здесь интерьерчик нравится андреевна выбрала гастробар лапунто мы честно никогда здесь не были ну давайте обычно по меню пробегусь вот это посмотрите просто я не буду говорить просмотрите глазу не это завтра и вас топа ребята это завтраки извините давайте салат но я хочу сказать не дешево ребят это вам не в медийном месте покушать спасибо отлично благодарю вас так ну закусочки 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 малышка эти хочу сказать цены здесь эмеретинской низменности устрицы устрицы а это так понимаю одна устрица за 550 рублей за 850 а вчера 10 устриц было за 1000 рублей я не за 1000 2800 да ну короче ребята цены конь до цены конь конечно любая паста все короче в два раза дороже чем сочи ну а что вы хотели это беретинская низменность все сюда приходят у всех денег немерено если вот обычно возьмем допустим какую-нибудь ну даже просто бургер обычно ребят 900 рублей 700 рублей ну смешно ну дорого короче брускет его смотрите мы вчера баскета за сколько с тобой ели за 300 чем-то рублей за что десна там было три брускет интерес какая здесь за 800 ну короче в любом случае в любом случае даже картуфель фри за 420 рублей это это конь с этим разобрались интерьер хороший кати понравился высокие потолки сказали что здесь показывать кино иногда какое-то мясо я там увидел стоит о пойдем мой продуктовые вот она ребят я не знаю что это за мясо но что-то серьезное реально что-то серьезные какие-то стейки 100 процентов ну и тут тоже надо устрицы складно на кайфуют устрицы здесь покора ежики он ежики вон устрицы сына ничего не лови и детская комната сына вон иди развивается как она покушаешь начала покушаешь потом раздуешься при входе маш разнуться потом и поюльosaurs сначала покушать сначала покушать сам покушать ребята ну я уверен честно что ценный здесь конь потому что здесь вкусно я уверен что вкусно детские пельмешки за 450 рублей понимаете язык я уверен что Ну мои как всегда отличились Катя, что там у тебя Рассказывай, кармонары заказала Какой-то там За сколько? За 900, за 1000 890 Молодец, сэкономила, красотка Приятного аппетита, любимая Ни в чем себе не отказывай, никогда запомни Жизнь одна, питайся хорошо и правильно Ну а мою еду вы как обычно видите Да, да конечно Ну мне тоже что-то принесли Как это называется Короче паста с морепродуктами Ризотто Ну Катюхи кармонара вкусная Но я знаю в два раза дешевле В Посейдоне внизу Где продукты Я был неоднократно там на видео снимал Там 500 рублей стоит, такая же порция Ну пусть для меня вкуснее Неоднократно снимал Не, ну я так для зрителей говорю Не знаю, что там был Так, я просто сказал Ну был я там Несколько раз По работе Вот, но это сейчас попробую Сынок Что он сделал? А что ты попробовал? Медовичок то общий Что не вкусный? Невкусное мороженое? Что ты его притрусила Ну-ка Катя Мы один десерт на троих закатали Это не надо, ты это ел? Мы один десерт на троих замутили Так, ну что, ребят, честно скажу Вкусно, да? Насчет вкусно Ну, в принципе Мое блюдо, ризотто было вкусное У тебя карбонара, как тебе? Она была нормальная Она бывает неприятная Ага Бывает Бывает очень вкусная, а бывает нормальная Вот как ты делаешь градацию Нормальная Съедобная Она была съедобная Съедобная Но не супер Ну, нет Вот у меня такая же история Ризотто было съедобное, но не супер Мне вот очень понравился ризотто Ризотто Медовик был вкусный, да? Да, очень Еще пельмени И пельмени были вкусные Я вообще не люблю пельмени То есть вкусный Не съедобный, а вкусный Ну, это чувствуется домашние пельмешки с индейкой Просто нежнейшие были Вкусные, да Что у нас по чеку? Так, в Сочи жить дорого Чай 540 рублей Медовик 670 рублей Карбонара Катина 890 И мое 1190 Итого 3710 рублей Туда-сюда Чаевые 4000 рублей Ну, что вы хотите? Это мы просто поужинали В Сочи жить дорого Поэтому, что мы желаем вам? Ой, мы вам напоминаем Что если вы хотите купить квартиру В городе Сочи Екатерина Андреевна Всегда вам окажется консультация, ребят Это такое, знаете Перенаправлю вас к лучшему специалисту этого города Дмитрию Александровичу Да Ладно, ребят Что вы хотите? Что вы хотите Пожить? Я желаю Любить, здоровить А главное Побольше денег, ребят Чтобы они Чтобы оплачивать счета в Сочи Побольше вам денег Чтобы, когда вы приехали И купили квартиру Или дом у Дмитрия Александровича У вас были деньги, ребята Оплачивать Вот такие вот счета Понимаете? Вот такой паспорт у меня Видите? Главное, главное Чтобы эти деньги вам доставались Легко и непринужденно Без нервов Без нервов Все, тогда пока Без нервов